Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, по поводу этой нефтебазы в Пролетарске. Во-первых, это одна из... Еще раз приходится возвращаться, потому что появились новые материалы и очень интересный апдейт по этому вопросу. Это одна из крупнейших нефтебаз на Юве России. Там десятки этих огромных цистерн, тысячных вот этих вот баков с топливом. И подоспели видео с реальным взрывом на этой нефтебазе. То есть, что говорят расисты на сегодняшний день? Что сначала горело то ли два, то ли три. То ли две, то ли три цистерны этих бака. Вот. И, собственно говоря, потом, сегодня утром, они утверждают, что было отражено... Внимание, как они говорят. Было отражено еще одно нападение беспилотников на эту нефтебазу. Чем они ее отражали? Они, правда, не указывают. После отражения этой вот атаки, которую они успешно отразили, взорвалось сразу 11 цистерн. Вот этих гигантских, да? То есть, на сегодняшний... Только они не указывают, то ли 11 всего сейчас горит, то ли еще 11 взорвалось сегодня. То есть, получается, взорвалось то ли 9, то ли 11 одновременно. Причем по характеру взрыва и по крикам МЧСников, которые там на видео. Кстати, кому интересно видео, видео в описании к данному ролику, можете перейти и посмотреть. Они орут, что это уже не солярка горит, а это уже горит бензин. А бензин, ну, сами знаете, да? Когда, типа, чего его много. Там такой бабах. Короче, бабах такой, что его видно сейчас из космоса. Бабах такой... Причем хорошо видно из космоса. Все спутники сейчас снимают это все дело. Бабах такой, что дым разошелся на 100 километров. Дым, вот эта черная полоса, покрывает 100 километров. На 100 километров от эпицентра. Значит, по госпит... А, еще один интересный момент. Значит, всех пожарников, всех МЧСников оттуда вывели. Вообще всех. Всех вывели оттуда спасателей, скорую помощь. Всех убрали. Почему? Потому что из-за жара у них на машинах начали лопаться шины и стекла. Представьте себе, что там творится. Часть машины они, кстати, бросили. 41 человек пострадал. Как они утверждают, у пяти тяжелые ожоги. 18 человек в больнице. Сколько человек находится там внутри, абсолютно непонятно. Потому что в тот момент, когда взрывались эти цистерны, часть МЧСников находилась рядом. Всего их там было 250 человек. Там несколько десятков, по-моему, 80 пожарных машин различных типов. Ни хрена им, конечно, не удалось потушить. Вот. И сейчас оно все там взрывается, разносится. И дальше, и больше, и хуже. Напомню, да. Это те же самые люди, которые тушили пожар в Азове. Помните, да? Там тоже выгорела. Там не вся нефтебаза выгорела. Но, скажем так, половина нефтебаза там точно шлепнулась. Тогда там сгорело, по-моему, то ли 6, то ли 7 вот этих вот огромных баков с топливом. Здесь уже горит 11. Я вас уверяю, сгорит все. Потому что оно как бабахло. Там оставшаяся тоже разгарметизация пойдет. Там, ну, они вокруг, поймите правильно, оставшиеся эти баки с горючим. А вокруг них море огня со всех сторон. Ну, так, конечно, как на том самом. Они загорятся, как свечки будут гореть. Фактически их поджаривают сейчас. Водители не подпускают к этому месту из-за жара на расстоянии 3-4 километров. И, собственно говоря, что там дальше будет, они уже даже не предсказывают. Короче, тушение какое-либо они прекратили от слова вообще за бессмысленностью. Азов, помните, тоже прекратил гореть тогда, когда сам потух. То есть, все, что могло, сгорело, а остальное потухло. Но в Азове, по сравнению с этой нефтебазой, насколько я видел по снимкам, все-таки там были какие-то преграды между вот этими баками с горючим. Здесь они, по-моему, тупо стоят одна рядом с другой. То есть, тут ничего нет. Поэтому, лично я ожидаю, что гореть будет больше и значительнее. То есть, с Азовом это близко не сравнивается. Это гораздо, пожалуй, из всех атак по нефтебазам, вот это самое удачное. Еще интересный момент, если верить, что сегодня прилетали еще беспилотники, может быть и прилетали. Может им так не... Хотя, я думаю, что может и брешут. Почему? Потому что иначе придется объяснять, как у них, как они профукали из двух или трех горящих цистерн, да, получилось 11 горящих цистерн. Это тяжело объяснить, да. Вот как это все получилось, что там с техникой безопасности и так далее. А если еще прилетели дроны, ну так это хохлы, ну так о чем мы можем делать? Хохлы, все, 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 поломали хохлы. Ну, такое, да. Тут же же объяснение железное. Поэтому я говорю так, может были, конечно, беспилотники, а может они кому-то приберещились, а может быть, скорее всего, они просто были так нужны, так нужны, чтобы это все списать. Вот, так что, ребята, вот такая вот штука. Кому интересно, еще раз говорю, ходим на телеграм-канал, смотрим, как это горит сейчас. Вот, ну и... Всего до Украины.